Здравствуйте, господин Кардаш. Мы сегодня с вами встретились в Болгарии после турнира открытого чемпионата европейских клубов дзюдо и сегодня проходит тренировочный лагерь, предпоследний день. Скажите, пожалуйста, вы представляете регион Сахалин, региональную федерацию дзюдо Сахалина, город Южно-Сахалинск. Как сегодня вообще развивается дзюдо в Южно-Сахалинске и в самом регионе? Насколько развита система клубов дзюдо и, на ваш взгляд, прогрессирует ли развитие дзюдо в этом регионе? Начнем с клубов. Клубное движение у нас сейчас получило второе дыхание. Было у нас это развито где-то в 95-х годах, в 96-м, потом был падок. Сейчас у нас это движение возрождает. Есть клубы на Сахалине, два ведущих клуба. Наш в Южно-Сахалине, вот клуб Андрея Сироштанова на базе детской спортивной школы и каримской борьбы. Есть клуб в Комсомольске-Наймуре, это уже Хабаровский край. Есть клуб в Приморском крае, Геракл, Геруда. То есть налицо востребованность в соревнованиях среди клубов. Поэтому вот этот чемпионат Европы для нас как бы как бальзамом удивился для ребят, потому что мы впервые на таких соревнованиях. Большая география, немножко было тяжеловато морально, но, во-первых, гостеприимство хозяев на высшем уровне, проживание, питание, организация мероприятий, все было отлично сделано. И ребята показали, я считаю, они платили результат даже довольно неожиданно. Поэтому мы будем сюда приезжать. Хотелось бы, чтобы оставался формат вот этих соревнований. И это будет хорошая школа для наших ребят, путевкой в жизни. В этом году такая знаменательная дата для российского дзюдо. 100 лет, как дзюдо появилось в России. В 1914 году Василий Ощепков впервые открыл клуб дзюдо в Владивостоке. За вот эти годы, на ваш взгляд, ну, подъем общий вообще развития дзюдо, насколько оно изменилось, насколько, на ваш взгляд, стало им симпатичнее, интереснее для молодых людей или для тех людей, которые как бы только пришли в дзюдо в зрелом возрасте. Вот такие вот, некий такой вот разрез времени. Ну, вот сначала в рамках высшего спорта. Вот высший спорт стал профессиональнее. То есть ушло вот это вот месечество, интриги, как-то с приходом менеджера гамбы. Это немножко ушло в сторону и появилась просто рабочая обстановка. И благодаря тому, что федерация дзюдо, в общем-то, развернула серьезную работу и с регионами, сейчас начинает возрождаться юношеское дзюдо, особенно вот на Кавказе, на Дальний Восток немножко нас забывают. Нас немножко забывают. Но вот сейчас, благодаря клубному движению, мы это юношеское дзюдо, я думаю, что подымем и про нас узнают. Мы сейчас узнали в Болгарии, в Базарджике. Я думаю, что клубы будут работать и по России, состязаться с другими клубами. Суном, это сейчас работает Запад, в России. То есть между собой клубы состязаются. Доехать с Дальнего Востока, это довольно проблематично по финансам. Но сейчас появились деньги в регионах. Деньги на дзюдо, на виды спорта, просто на спорта. И вот благодаря этому, как бы, есть деньги, есть востребованная прослойка юноши, есть у него и взрослые. И надо этим воспользоваться. Я думаю, что 2-3-4 года и Дальний Восток будет у нас в сборной сидеть плотно. И по юношам, и по юношам, и по взрослым. Сейчас у нас как бы отдельный звезд, но хотелось бы команда. Команда, чтобы существовала. Вот сейчас над этим и работаем, чтобы у нас был командный чемпионат, чтобы было участие в первенствах и чемпионатах по ката. То есть это все даст развитие дзюдо техники и общее развитие у общественности, интерес к дзюдо. Сейчас очень много у нас стало образовываться групп для населения по интересу. Он не для профессионализма, он не для спорта. Он просто для здоровья занимается дзюдо. У нас очень честная работа с сельхонскими товарищами, нашими коллегами по дзюдо. И у них очень много программ вот именно для населения, развивающих населения по культуре. Вот мы под такие программы сейчас работаем. И вы говорили там, что столетию дзюдо сейчас будет проводиться. 21 сентября в городе Сахалинске личный турнир среди юношек под дзюдо в памяти приезда к Зигору Кана на Сахалин. Этот турнир подтвержден официально Кадаканами Федерации дзюдо Японии. И этот турнир будет посвящен как раз 100-летию образования дзюдо. Так как это Сахалин, та же Япония, можно сказать. Да, да, да. В принципе, на этот турнир, вот сейчас немножко к этому турниру, можно будет приехать как бы любим регионам и клубам дзюдо России или какое-то есть определенное приглашение, где это можно будет увидеть, эти приглашения получить? Я думаю, что этот турнир, информация об этом турнире будет висеть на сайте Федерации дзюдо России. С Лариком вопрос уже обрежден, формальности в печати, просто технически, просто согласовано. И он будет там висеть, там может есть контактные телефоны, можно будет выйти на нас. И мы рады всех приветствовать на Сахалинской земле. Это турнир личный, поэтому открытый. Ну, конечно, мы не сможем 500 человек переварить, но я думаю, что на основных интересные команды основные мы постараемся принять с удовольствием, это мы и выступаем. Вы активно сотрудничаете с Японией, так как это все-таки близко от Японии, да, вам может быть тяжелее как бы в европейскую часть России в Европу приехать, чем в Японию. Скажите, уже много раз вы бывали в Японии, возите туда своих ребят, своих воспитанников. Как вообще японцы принимают российские клубы дзюдо? Насколько они открыты в обмен опытом? И насколько это положительно сказывается вообще на развитии дальневосточного дзюдо? Японцы довольно закрытые люди в области дзюдо. И они идут на встречу уже тем организациям, с которыми сложились отношения. Вот мы уже больше 20 лет работаем с нашими японскими товарищами. Это Кайская федерация дзюдо-ортопедов и Кайская федерация кудукан-дзюдо. Также кудукан, кудукан, с ними очень плотные отношения у нас. И они как-то безоблачные. Они идут только в благо развития дзюдо. В основном это обмены юношескими спортсменами. То есть возраст юноши. Уже каждые 4 года у нас проходит международный форум дзюдо. Это командные соревнования среди юношей. На Сахалине? Да, в Южно-Сахалинске. И участвуют, как правило, азиатские команды. Это Монголия, Корея, Китай, Япония, Дальний Восток, Сибирь. Этот формат мы уже выдерживаем 15 лет. И каждый год мы ездим на стажировку. Тренера в Японию. Потом приезжают японские тренера к нам. Ну, большая разница между подготовкой, допустим, юношеских, детских клубов дзюдо, как тренерской работой и с японской. Вот на ваш взгляд, вы уже довольно опытный тренер. У вас, так сказать, тандем с братом известен во всей России, не только и за пределами России. Насколько вы ощутили на себе, что различна ли подготовка? Вообще различна ли дзюдо? Можно ли так сказать, что все-таки кадокан дзюдо и японское дзюдо отличаются от российского дзюдо? Но они не распыляются. Если броски, какие-то определенные броски не делают юноши, то они их не делают. Зато они в партеле только делают техник, которые нашим ребятам, которые уже знают, и болевые, и удушающие, и уже катагуруму делают, и все такие сложные броски. А в суть не входят. Японцы отличаются именно глубиной познания приема, философии приема, и это складывается же столетиями, годами. Тут нам как бы надо у них поучиться. Хотя на уровне юношей мы можем быть какой-то физической подготовленности, волевой, мы их превосходим. Но в техническом отношении ребята, ну, конечно, на голову выше. Мы у них учимся. И многие ребята, которые выступали на наших формах дзюдо, это и Нифон Тававан, еще ребята из Сибири, они, ну, это уже прогремели на весь мир и на всю Европу. То есть толчок хороший. Олеся Кузнецова с девочкой у нас на форуме боролась, ездила в Японию, там боролась на первенстве Японии. Ну, это уже признанные лидеры сборной, поэтому это большой толчок дает именно детям развить дзюдо. Ну, а что происходит с японцами, когда они строятся юдиорами и взрослыми, эту тайну мы пока не разгадали. Как они резко стреляют. Вообще, сотрудничество с Южно-Сахалинской федерацией дзюдо, с вами непосредственно там в Южно-Сахалине, насколько вы открыты для общения с клубами дзюдо из России, из центральной части России? То есть есть ли у вас такое вот общение? Приезжает ли к вам обмен опытом, тренерские какие-то мероприятия с детьми, какие-то лагеря проводите ли вы? Насколько вы открыты и как можно спокойно к вам приехать? Ну, максимально открыты. К сожалению, у нас сейчас на Сахалинской земле базы такого не существуют. Это прорыва Министерства спорта и туризма Сахалинской области. Не существуют базы и лагеря. Поэтому мы проводим лагерь, когда приезжают японцы, раз в 4 года турниры, и раз в 4 года бюджетный форум дзюдо. Это лагерь. То есть 10 дней ребята съезжаются, мы работаем над техникой, над ката, над приемами. То есть уходим в глубину дзюдо. Проводят южно-сахалинские мастера. Вот такие лагеря у нас 2 раза в 4-летие проходят. И выезжаем к нашим друзьям. Выезжаем в Приморье, работаем очень тесно с приморскими клубами. Очень тесно работаем с монгольскими клубами. Город РДН. Батаршин все-таки тренер есть. Тренер-призер олимпийских фигур. И очень тесное отношение у нас, как бывшие коллеги по борьбе, вместе боролись. Это Гурятия. Гурятия и город Братск, сибирский регион. Вот этот конгломерат, он дает стимул, дает базу для подготовки юноши, дзюдо и дальше. А для тех клубов дзюдо, которые посмотрят наше с вами интервью, подумают, заинтересуются приехать к вам, вообще, какое время года лучше приезжать к вам, когда интересно не только поучаствовать в тренировочном лагере, но еще и как-то посмотреть Сахалин. Сентябрь. Сентябрь – это бархатный сезон Сахалинской области. Они увидят все. Они увидят, как все осень, гостеприимство сахалинцев, они увидят дзюдо, возможно, они увидят японское дзюдо. И это самое такое время, когда мы готовы встретить, провести пользу для зюдо. Ну, добро пожаловать на Сахалинскую землю, так можно сказать, да? Да, ждем, ждем, ждем. Спасибо большое, всего хорошего.